Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Что нужно знать предпринимателям об оплате налогов? Как правильно зарегистрировать свой бизнес? Об этом будем говорить сегодня. Сегодня в нашей студии заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Александр Литонин. Ваших вопросов ждем по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие новшества появляются в налоговой вообще службе и как они себя оправдывают? Например, вот я знаю, что создан единый регистрационный центр. Вот для чего, с какого времени и что он уже дал людям, налогоплательщикам? Да, в этом году он был создан. Я отмечу, что, наверное, налоговая служба, эта служба, она уникальная, поскольку непосредственно занимается не только контролем за исполнением законодательства об оплате налогов, но совмещается в себе в том числе и иные функции, будь то банкротство и вот, например, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Действительно, с апреля этого года был создан единый регистрационный центр. Он создан на базе инспекции по Красноглинскому району города Самары по адресу Сергея Лазо 2А. Сразу скажу, что работа у него, график работы тот же, что и обычной инспекции, то есть с 9 утра и до 17 вечера с понедельника по четверг и с 9 до 16.45 в пятницу. В чем суть этого регистрационного центра? Действительно, до его создания налоговые органы, являясь одновременно регистрирующими органами в сфере госрегистрации юридических предпринимателей, они осуществляли функции по регистрации непосредственно на местах. В частности, на территории Самарской области имеется 20 инспекций районного и межрайонного уровня, и каждая из этих инспекций до апреля месяца осуществляла в том числе и функции регистрации. То есть любой заявитель, который находился на соответствующей территории, администрируемой этим регорганом, мог обратиться непосредственно в инспекцию, и в соответствии с законом 129 ФЗ о госрегистрации, инспекция уже осуществляла регдействия в установленные сроки. Безусловно, такая позиция, с одной стороны, имела, наверное, плюсы в части того, что непосредственно в месте своего проживания гражданин мог обратиться за регистрацией, но есть и минусы в части, например, таких ситуаций, когда каждый из этих регорганов, он мог толковать закон, скажем, с учетом своего мнения. Вот, безусловно, это мнение, оно было основано на законе, но, тем не менее, допускались, возможно, в отдельных случаях и ошибки. Эти ошибки, безусловно, устранялись затем либо вышестоящим органам, то есть управлением по субъекту при рассмотрении жалоб, либо, соответственно, гражданин, который получил, например, отказ в госрегистрации, мог обратиться в суд. Так вот, для того, чтобы именно унифицировать подходы к госрегистрации юридических лиц и предпринимателей, чтобы выработать такие подходы, как единообразные, Федеральная налоговая служба в соответствии со своими нормативными документами в установленном порядке по определенному графику, что сейчас переводят все регионы Российской Федерации на создание единых регистрационных центров. И вот по Самарской области такой регцентр, как и запланировано, был создан и начал функционировать именно с апреля месяца. Ну, мы полагаем, определенные плюсы здесь все-таки есть, поскольку, повторюсь, работа именно единого рекоргана, она позволит унифицировать подходы к исполнению закона. А что касается определенных минусов, о которых мы от отдельных граждан слышали, тоже они обращались к нам в части того, что вот не очень удобно, что на всем территории субъекта один только орган, теперь регистрирующий, соответственно, необходимо именно в него обращаться. Ну, наверное, все-таки с учетом того, что в настоящее время законодательно созданы многофункциональные центры. Да, и там тоже можно эту услугу? Да, безусловно, у нас есть соглашение с уполномоченным МФЦ по ряду услуг, которые оказывает налоговый орган, и в части, как обязательная услуга, там фигурирует именно регистрация. Поэтому, учитывая, что МФЦ созданы во всех муниципалитетах, мы полагаем, что здесь... И даже несколько в каждом, по несколько отделений. Мы полагаем, никаких каких-то проблем здесь возникнуть не должно, тем более, что с МФЦ плотно взаимодействуем. Каких-то сейчас негативных моментов у нас нет, и поэтому все регистрационные действия совершаются в установленном сроке, и документы выдаются в установленном порядке. А какие, вот вообще это хлопотная процедура, вот много времени она занимает. Какие документы нужно, чтобы зарегистрировать себя, как юридическое лицо или индивидуального предпринимателя? Да нет, в общем-то, не особо процедура хлопотная. Перечень документов, он предусмотрен законом 129. Это такие документы, как заявление о государственной регистрации, госпошлину нужно уплатить. Ну, соответственно, если это создание, например, предприятия, то приложить решение о создании. Подается, скажем, документы, будем исходить с того, что, например, напрямую, да, в единый регцентр, можно их направить либо почтой. И даже приходить не надо. Ну, да, есть несколько способов. И через интернет тоже, да? Можно через МФЦ, можно отправить почтой с описью вложения, можно нарочно их представить, эти документы. Есть у нас также на сайте, можно воспользоваться сервисом подачи документов в электронном виде. Но в этом случае при заполнении всех документов в этом сервисе необходимо обладать наличием электронной подписи. В этом случае тогда обращаться непосредственно в регцентр за получением этих документов тоже не надо. Они будут высланы непосредственно на адрес электронной почты, который будет указан в заявлении, поданном через этот сервис. Ну, есть еще у нас тоже сервис заявка, подача заявки на регистрацию. Это, скажем так, упрощенный вариант для тех, кто не обладает электронной подписью. Но здесь есть для заявителей небольшой минус. Подача этой заявки не исключает последующим обращения в рекорган для получения этих всех документов. Скажите, пожалуйста, все мы говорим про ту экономическую ситуацию, которая сложилась у нас в последнее время. В связи с этим, вот можете проанализировать, меньше стало вот таких вот заявок на регистрацию своего бизнеса, там дела, организации или нет? Или процесс идет? Вы знаете, если обратиться к статистике, я бы не сказал, что существенно меньше у нас стало юридических лиц и предпринимателей на территории области. Если брать, например, статистику за последние годы, то у нас по юрлицам, скажем, какие-то небольшие проценты, все-таки каждый год идет все-таки рост по совершению рекдействий. Это связано с рекдействиями, конечно, не только по созданию юрлица или регистрации предпринимателя. Это связано в том числе с внесением изменений. Ну, безусловно, в рамках хозяйственной деятельности у предпринимательского сообщества возникают определенные моменты, требующие изменения сведений о себе, как то, например, продажа доли в уставном капитале, смена местонахождения, смена директора. Поэтому именно рекдействий у нас, я не могу сказать, что они стали меньше. Вот если обратиться к работе именно рекдцентра, то начиная с апреля месяца, вот только по юрлицам мы совершили рекдействий более 16 тысяч по юрлицам, а предпринимателям больше пяти. То есть это связано и с созданием, и с последующими либо изменениями, какими сведениями, в едином госреестре. Ну, когда мы говорим о бизнесе, часто мы говорим о партнерстве, о партнерах, потому что вещь эта такая серьезная, сложная. Скажите, как обезопасить себя можно от недобросовестного партнера? Есть ли у налоговой службы такие возможности предоставить какую-то информацию? Ну, налоговая служба, безусловно, в этом плане открыта. Как мы давно говорим, мы в первую очередь сервисная служба для всех граждан и предпринимателей. Вот, поэтому, чтобы обезопасить себя, ну, во-первых, у нас есть сервис определенный также на сайте. Вот, в рамках этого сервиса можно узнать определенную информацию о потенциальном контрагенте, юридическом лице, в частности, узнать о его местонахождении, учредителях, директоре. Ну, и, в общем-то, этот сервис сейчас позволяет вообще чуть ли не сформировать выписку. Единственное, конечно, там не будет подписи и печати должностного лица, но, по большому счету, если воспользоваться этим сервисом и в рамках конкретной организации попробовать уточнить какую-то информацию, то фактически на сайте будет сформирована выписка, которую можно будет даже распечатать. Что касается каких-либо иных сведений о непосредственно хозяйственной деятельности, тут, к сожалению, налоговые органы, они ограничены статьей 102 Налогового кодекса «Налоговая тайна». То есть мы, в принципе, конечно, можем определенную информацию о контрагентах дать, но, исходя из этой статьи, к налоговой тайне не относятся сведения о правонарушениях допущенных, поэтому можем, в принципе, дать сведения об ННН, сведения, которые, в принципе, налогоплательщик разгласил себе самостоятельно. Ну, такой ограниченный перечень информации, которая, тем не менее, может позволить сделать вывод о том, отчитывается контрагент налоговый, допускает ли он какие-то налоговые правонарушения в своей деятельности. Поэтому, в принципе, такую информацию мы давать можем. Понятно. Сейчас я предлагаю посмотреть как раз ролик на эту тему о рисках бизнеса и о том, как их предотвратить с помощью налоговой службы, ну, а затем мы продолжим разговор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поиск выдаст список компаний или лиц, соответствующих вашему запросу, и подробные сведения, имеющиеся в государстве. Учтите, что организаций с одинаковыми или похожими наименованиями, а также индивидуальных предпринимателей с одинаковыми фамилиями, может быть много. Будьте внимательны. Если ваш контрагент находится в стадии регистрации или вносит изменения в учредительные документы, вы можете проверить информацию о нем в специальном разделе. Здесь можно искать по регистрационному номеру, названию организации или фамилии индивидуального предпринимателя. Специальные разделы сообщений журнала «Вестник государственной регистрации» помогут вам узнать, находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации или реорганизации, об уменьшении его уставного капитала, принято ли решение об исключении организации из единого государственного реестра и другую важную для бизнеса информацию. Обязательно проверьте, не находится ли ваш партнер по сделке в реестре дисквалифицированных лиц, которые не вправе вести предпринимательскую деятельность. И посмотрите, имеются ли дисквалифицированные лица в руководстве организации, с которой планируете сотрудничать. Сделки с такими лицами могут быть признаны недействительными, и вы понесете убытки. Проверьте адрес местонахождения организации. Вполне может оказаться, что по данному адресу зарегистрировано очень много организаций. Это один из потенциальных факторов риска, и к такому контрагенту стоит присмотреться более внимательно. Узнайте, нет ли проблем у компании по уплате налогов. Не получилось ли так, что ваш партнер является злостным задолжником или, может быть, долгое время не представляет отчетность. Неисполнение компании обязательств перед государством ставит под вопрос их обязательность и перед клиентами. Кстати, не забудьте проверить и себя. Очень полезно знать, что о вас могут увидеть ваши контрагенты. Удачи в бизнесе! К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Еще раз напомню, телефон 202-11-22 звоните. Еще есть время. Елена интересуется, планирую открыть студию прикмахерского искусства. Сколько времени уйдет на регистрацию индивидуального предпринимателя? Все-таки люди бизнес открывают свой, получается. Тем более, малый бизнес у нас должен поддерживаться, поэтому и открывают, наверное. На самом деле, если говорить о тех сроках, которые предусмотрены для регистрирующего органа, я сейчас могу о них говорить, то это 5 дней. В момент поступления к нам документы. В случае, если заявка будет поступать через МФЦ, то тут немножко, конечно, будет побольше времени занимать, поскольку МФЦ берет себе день на доставку к нам документации и затем день на получение, то есть тут срок немного увеличится. А так, в соответствии с законом, независимо от того, это будет паехмахерская студия открываться, либо какая-то другая, у нас один срок предусмотрен, это 5 дней. Вот с момента, когда документы к нам поступили, при этом срок, он будет осуществляться со следующего дня, начиная со дня поступления к нам документов. То есть, если, например, поступает нам 1-го числа, 5-дневный срок начинает со 2-го. Это считается в рабочих днях. Вот хотелось бы еще про выписку из Единого госреестра поговорить. Где можно ее получить? Вообще, для чего она нужна? И вот еще вот такая тема есть. Десквалифицированные лица. Это вот о ком идет речь? Ну, это два вопроса в одном. Вот про выписку, да. Я сейчас постараюсь коротко ответить на все это. Выписка из Единого госреестра. Значит, что он из себя представляет? Это актуальная информация о юридическом лице на дату формирования этой выписки. То есть, это один из тех документов, которые регистрирующий орган может выдать из ЕГРУ. Кроме того, он может также выдавать по заявкам копии документов, которые содержатся в Едином госреестре о конкретном юридическом лице. Ну и, например, если никаких сведений нет, то, естественно, заявка будет отказ и информация об отсутствии таких сведений. Значит, для чего эта выписка нужна? Ну, на самом деле, спектр применения этого документа очень большой, начиная от, опять же, получения информации о потенциальном контрагенте. Если, например, хочется получить выписку, заверенную именно с печатью, с подписью. Вот. Более того, этот документ необходим для участия в различных тендерах. В соответствии с арбитражным законодательством выписку необходимо прилагать к обращению в суд. Ну, то есть, на самом деле, этот документ, он очень во многих таких вот инстанциях используется и просто необходим для осуществления каких-либо действий в сфере предпринимательства. Значит, мы исходили из того, что, поскольку данная услуга на получение выписки, она очень актуальна, мы, безусловно, наделили правом подавать выписки непосредственно реакцентр, поскольку он у нас заведение госреестр отвечает, но при этом мы оставили эту функцию в том числе и инспекциям. То есть, по большому счету, можно обратиться в любой налоговый орган с соответствующим заявлением, и выписка это будет получена. Если выписка получается о самом себе, то есть юрлицо о самом себе обращается, просит выдать выписку, она предоставляется бесплатно. В случае, если, например, гражданин либо организация обращается с заявлением о выдаче выписки в отношении кого-либо другого, какого-то другого юрлица, то тогда необходимо приложить квитанцию о плате стоимости этой услуги составляет 200 рублей. Если хотят получить срочную выписку, то 400 рублей, тогда выписка уже на следующий день будет готова. Ну вот я еще коснусь изменений законодательства. Значит, вот с 31 марта закон 67-й вступил в силу в большей части. И вот эти изменения, которые содержатся в этом законе, они в том числе позволяют получить бесплатно выписку в отношении любого лица, то есть не только в самом себе, но и в отношении любого лица, но при условии, что эта выписка будет получаться в электронном виде. Вот поэтому в данном случае, видимо, законодатель исходит из того, что необходимо развивать именно электронные сервисы и, скажем, такую вот льготу он предусмотрел. А кто такие дисквалифицированные лица? Вот еще. Дисквалифицированные лица. Да, кто дисквалифицирован? Да, есть такая категория лиц. Вообще понятие это предусмотрено Кодексом административных правонарушений, возможность дисквалификации, в том числе лиц, занимающих должности в органах управления юридического лица. Ряд статей Кодекса административных правонарушений содержит такую санкцию, как дисквалификация. Как правило, эта санкция предусматривается за определенные нарушения в деятельности юрлица и неисполнение определенных обязанностей, которые налагаются на это юридическое лицо. И вот этот статус, он к чему может привести? Я сейчас поясню. В случае, если, например, устанавливается определенное нарушение в деятельности юридического лица, в частности, у нас это может быть, например, когда нам заведомо ложные сведения представляются для внесения в госреестр, либо неоднократно представляются несвоевременно сведения или вообще не представляются, то тогда регистрирующий орган, он вправе обратиться в суд в целях того, чтобы лицо, занимающееся, например, как исполнительный орган этого юрлица, было дисквалифицировано. Дисквалификация предполагает лишение этого лица права в определенный период времени занимать руководящие должности в органах управления. Ну, вообще, в зависимости от статьи административного кодекса дисквалификация дисквалификация может налагаться судом, она налагается только судом, от одного года до трех. То есть, в течение этого периода времени гражданин, он не может не регистрировать другую фирму, не быть там директором, не в совете директоров. В общем, такой вот момент негативный. Следующий вопрос от Владимира. Я продала машину еще в 2002 году, мне до сих пор на нее не поступают налоги. Что мне сделать? Так, немножко, наверное, не совсем по теме, но тем не менее, я так понимаю, в 2002-м продал, а до сих пор не поступают. На нее налоги. Вот как это? Ну, наверное, логично. Если речь идет о транспортном налоге, то, естественно, мы по факту продажи этого транспортного средства получили информацию в рамках 85-й статьи налогового кодекса из органов ГАИ о том, что произошла смена собственника транспортного средства, что транспортное средство регистрировано на кого-то другого. Поэтому с этого момента мы, естественно, не присылаем никакие уведомления и налоговые уведомления и требования о плате налогов. Если же речь идет о том, что не приходит уведомление о уплате налога на доходы, полученные от продажи, то, во-первых, тут сейчас сложно говорить, столько времени уже прошло. В случае продажи это, в первую очередь, обязанность самого физлица задекларировать полученный доход при сдаче декларации и, соответственно, налог заплатить. Ну, здесь нюансы возможны, конечно, вопрос такой своеобразный и, я так понимаю, другой информации нет. Поэтому вопросов. Есть определенное имущество, которое, например, если в собственности находилось более трех лет, оно вообще не облагается. То есть, если оно уже даже продано, то, соответственно, доход от него облагаться не будет. Тут масса моментов. Да. Ну, и более подробно можно по справочному телефону вашей службы обратиться, Владимир, и там вам разъяснят. Следующий вопрос. Могу ли я обжаловать отказ в регистрации, как это сделать? Правда, почему бывают отказы? Еще отказы в регистрации. Да, безусловно. Есть отдельная статья в нашем социалистическом законе, которая содержит обширный перечень отказов, начиная от неполного пакета документов при регистрации, либо, значит, госпошлина не туда уплачена, либо в не тот орган представлены документы, либо представлены сведения несоответствующей действительности. В случае, если смена адреса, то, например, этот адрес на самом деле указан такой, по которому по факту регистрации быть не может. Например, адрес указывают, а дом уже разрушен, например, это физически уничтует. Ну, то есть масса оснований для отказа. И в ранее действующей редакции закона о регистрации не было главы касательно обжалования, что, безусловно, порождало определенные сложности, в первую очередь для заявителей, поскольку они были вынуждены обратиться в суд сразу. Безусловно, суд такие документы, жалобы рассматривал, обращения, и, соответственно, принимал какое-либо решение, если законный отказ был, соответственно, отказывал удовлетворение заявления, если незаконный отказ был, соответственно, заявление удовлетворялось. Мы, если были с этим не согласны, шли дальше оспаривать такое решение суда. Ну, в общем, обычная процедура в рамках арбитражного процесса кодекса. Сейчас, на мой взгляд, ситуация намного упростилась. С августа прошлого года была введена отдельная глава касательно обжалования решений об отказе в госрегистрации. Безусловно, может быть обжаловано и само решение о регистрации, если кто-то с ним не согласен. Но в части решений об отказе в госрегистрации был предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования вышестоящего органа. На мой взгляд, это, наверное, все-таки плюс. Потому что, во-первых, жалобы мы рассматриваем по закону в течение 15 рабочих дней. В случае, если какие-то документы надо дополнительно истребовать из рекоргана, либо от заявителя, мы можем продлить максимум рассмотрения жалобы на 10 рабочих дней. Ну, в любом случае, максимальный срок — 25 рабочих дней. То есть плюсы какие? Сокращенный срок по сравнению с судебным разбирательством — раз. Во-вторых, отсутствие необходимости уплачивать госпошлину к суде. Ну и, в-третьих, если этот вопрос здесь решается, мы жалобу удовлетворяем. Соответственно, никто в дальнейшем суд не идет, не обжалует. Процедура вся заканчивается. Вот. Что касается обжалования, то решение, ну, в частности, об отказе в госрегистрации может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента, когда заявитель жалобы узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Ну, как правило, это отчитывается с момента, когда он получил решение об отказе. Вот. Ну и, в общем-то, глава это также предусматривает определенное содержание жалобы. То есть она обязательно должна быть подана либо в письменном виде и подписана непосредственно заявителем, либо его представителем. Если представителем, то в этом случае обязательно прилагать документы, подтверждающие полномочное подписание. Либо она может быть подана также в электронном виде, но при этом должна быть подписана электронной подписью. То есть нам неоднократно поступают обращения через интернет, вот как вот просто обращение без электронной подписи. И мы просто вынуждены такие обращения, если они по содержанию являются жалобой, мы должны в соответствии с законом вынуждены их оставлять без рассмотрения, поскольку отсутствует электронная цифровая подпись. Закон также предусматривает ряд случаев, когда без рассмотрения мы можем оставить, когда не подписано, когда, например, параллельно обвернена такая жалоба по темам уже предметов, по тем же основаниям уже поддавалась. Такие вот моменты. Следующий вопрос от Маргариты Дмитриевны. Пять лет назад купила квартиру, подаю на налоговый вычет каждый год, один и тот же пакет документов. Можно ли упростить эту процедуру, чтобы не прилагать столько документов, а то только одна справка с работы меняется, остальные документы неизменны. Ну вот, к сожалению, процедура у нас такова. Если документы, в принципе, те же самые, и они уже у налогового органа имеются, то вроде как да, логично их больше не прикладывать. Но тем не менее, он вычет и заявляется ежегодно, поэтому к сожалению, процедура такова. Мы применяем закон, не можем по-другому его трактовать. То есть мы, как исполнительный орган власти, должны этот закон исполнять. Еще хотелось бы поговорить про ответственность должностных лиц за нарушение в области госрегистрации юридических лиц. Какая она может быть, вот эта ответственность? Что-то меняется в этой сфере? Мы говорим об ответственности заявителей или должностных лиц? У должностных лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение в области госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ну давайте, чтобы быть объективным, я, наверное, скажу о том, что в том числе и у должностных лиц регистрирующих органов тоже есть ответственность определенная. Потому что вот в последнее время такая тенденция, за нарушения очень повышаются и штрафы, и санкции, и наказания, так скажем. Вот у вас что-то меняется в вашей сфере? Ну да, это опять же обращусь к тому закону, о котором я уже упомянул, 67 ФЗ, который в большей части вступил в силу с 31 марта, были внесены определенные изменения, в том числе в кодекс административных правонарушениях. Ответственность должностных лиц регистрирующего органа за определенные нарушения она и осталась та же. То есть если РЕК действует совершенно несвоевременно, либо информация из единого госреестра представлена недостоверная, неполная, либо также она представлена несвоевременно, то здесь 14.25 статьи административного кодекса предусматривает ответственность от 1000 до 2000 рублей с должностного лица за такие нарушения. Что касается ответственности непосредственно заявителей тех лиц, которые представляют нам документы для госрегистрации, это та же статья, 14.25, только немного другие пункты. И вот именно с 31 марта ответственность она была усилена. То есть в том случае, если информация нам представлена не своевременно, а закон предусматривает, что если меняется информация о учредителях, о местонахождении, о номиновании, юрлица, организации правовой формы, есть три дня, чтобы нам об этом сообщить. В случае, если срок нарушается, то предусмотрен штраф 5000 рублей. А в случае, если информация к нам вообще не представляется, либо представляется недостоверная информация, то здесь штраф от 5000 до 10. А вот в том случае, если такая информация к нам не представляется уже второй раз, опять нарушения допущены, когда-нибудь недостоверная, либо вообще не представлена. Вот здесь уже мы можем выйти в суд на дисквалификацию. В данном случае, если это нарушение нами будет доказано в суде, то должностное лицо такой организации будет дисквалифицировано и не сможет больше руководить ее лицом. Вы еще и работаете с жалобами. Что бывает за жалобы? Интересно разобраться. У нас не так много времени остается, но просто какая-то квалификация. На что жалуются? Ну, знаете, в общем-то, у меня направление – это рассмотрение жалоб как в сфере госрегистрации, уже поговорили. Ну, на самом деле, еще раз напомню, что налоговые органы – это такие органы, которые совмещают много функций. В том числе, первая наша функция, естественно, это контролировать соблюдение налогового законодательства. Здесь жалобы также поступают по итогам, как правило, наших мероприятий налогового контроля. Жалобы на действия, бездействия должностных лиц. Мы их рассматриваем и, на самом деле, наверное, когда все-таки этой функцией нас наделили, а эта функция заключается, опять же, в обязательном досудебном рассмотрении всех этих жалоб, то есть пока к нам не попадут организации, они в суд пойти не смогут дальше, если они будут удовлетворены нашим ответом. Вот, на самом деле, многие думают, что мы будем защитить честь мундира. Ну, вот, если обратиться к статистике, то около половины жалоб мы все-таки удовлетворяем и тем самым мы и суды разгружаем. Поэтому, в общем-то, я не могу сказать, что эта функция на себя не оправдала. Вот ваша работа кажется вам интересной? Ну, безусловно, иначе я там не работал. Ну, и личные приемы тоже вы проводите, да? Да. Вот остается совсем немножко времени, когда и где, вот, все-таки, потому что к руководителям такого звена, наверное, есть потребность. Ну, вообще, у нас все и руководители, замы осуществляют прием граждан. Я осуществляю прием непосредственно так, первый и третий четверг каждого месяца. В здании Солковского, 9, четвертый этаж, кабинет 401. Запись по телефону 279-40-12. Ну, а все другие вопросы еще раз повторю, вы можете обратиться по телефону справочной службы, который у нас сегодня в течение всего эфира выходил. Ну, и я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, рассказали о новшествах налоговой системы, о вас за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok